Аэропорт Быково, 23 января 1953 год. На перроне грузовой самолет Ли-2, недавно прилетевший из Ленинграда, готовится следовать в Свердловск с промежуточной посадкой в Казани. Самолет Ли-2 выполняет грузовой рейс по перевозке шести латунных досок весом по 155 килограмм каждая и конденсатором, а пилотирует самолет экипаж в составе пяти человек. Командир воздушного судна Богусевич Александр Маркович, второй пилот Фетисов Петр Герасимович, бортмеханик Щербин Иван Захарович и бортрадист Осипов Павел Андреевич, а также в кабине присутствует пилот-инструктор Рубцов Вениамин Васильевич. В 17 часов 3 минуты экипаж получает разрешение на вылет и самолет Ли-2 отрывается от взлетной полосы аэродрома Быково и берет курс на Казань. Согласно данным автоматической метеостанции аэропорта, в Казани идет метель. Видимость составляет 1300 метров. Небо полностью закрыто облаками с нижней границей 300 метров. Ветер южного направления от 7 до 9 метров в секунду, а температура воздуха 10 градусов по Цельсию ниже нуля. Но на самом деле погодные условия еще хуже, а видимость не превышает 1000 метров, а местами еще ниже, а снегопад идет все сильнее. Наш самолет Ли-2 следует на высоте 1800 метров и подходит к аэропорту. 582-й, Казань-Вышка. Снижайтесь и занимайте высоту 1200 метров. Казань-Вышка. Информацию принял. Снижаюсь 1200. 582-й. Находящийся на вышке аэропорта диспетчер Корнилов дает нашему экипажу команду снижаться до высоты 1200 метров, а затем до высоты 600 метров. С учетом фактической погоды в аэропорту самолет должен выйти на дальний приводной радиомаяк на высоте 900 метров. Однако руководитель полета Вселивончик дает нашему экипажу команду снижаться до 300 метров. Диспетчер вышки Корнилов слышит эту команду, которая полностью противоречит действующим инструкциям, но не отменяет ее. Выполняя команду, самолет Ли-2 снижается до 300 метров и находится в районе аэропорта, но не видит его, о чем докладывает руководителю полета. Высота 300 метров, аэропорт не наблюдаю. 582. 582. Выполняйте снижение, курс 300. Руководитель полета Вселивончик находится на командном посту старта, тогда как диспетчер Корнилов и заместитель начальника аэропорта полетной службы Кузьмин находятся на командной вышке. Кузьмин замечает, что погода начинает быстро ухудшаться, поэтому вызывает в себе на пост начальника аэродрома Тугузова, но тот прибывает на пост лишь в 20 часов 33 минуты. Погодные условия уже ниже минимума для посадки и взлета, то есть аэропорт нужно немедленно закрывать, а прибывающие самолеты направлять на запасные аэродромы, либо задержать их в зоне ожидания. Тем более, что в районе аэропорта в небе находится только наш Ли-2-582, у которого в баках еще остается 600 килограммов топлива, что достаточно для ухода на запасной аэродром. Но начальник Тугузов принимает решение не прекращать полеты, а заместитель полетной службы Кузьмин и руководитель полета Вселивончик не стали ему перечить. В это время в аэропорту Казани к вылету готовится самолет Ил-12, который будет выполнять грузовой рейс в конечный пункт назначения – Москву. На его борту находятся 6 человек. Командир воздушного судна – Филонов Михаил Павлович, второй пилот – Ягунов Борис Иванович, бортмеханик – Павский Павел Федорович и бортрадист – Хабло Иван Дмитриевич. Также на борту самолета находятся два служебных пассажира. Инженер научно-исследовательского института гражданского воздушного флота Анищенко Аркадий Михайлович и заместитель командира авиаэскадрильи Никулин Алексей Павлович. В 20 часов 31 минуту самолет Ли-2, выполняя указания руководителя полета, следуя по курсу 120 градусов на высоте 300 метров, выходит на дальний приводной радиомаяк и начинает выполнять стандартный разворот. Диспетчер запрашивает у экипажа их местонахождение, на что ему сообщили о выполнении стандартного разворота на курсе 120 градусов. Снижаюсь на дальнюю с курсом 300 градусов, 582. 582. Возьмите поправку к посадочному курсу минус 15 градусов, курс 285. Снижайтесь на курсе. Держитесь на высоте 200 метров. В это же время, в 20 часов 35 минут, в аэропорту Казани получает разрешение на вылет самолет Ил-12, после чего отрывается от взлетно-посадочной полосы и берет курс на Москву. Разрешите поворачивать вправо на курс полета 435. 435 разрешаю. Вас понял, 435. Руководитель полетов дает разрешение самолету Ил-12 поворачивать вправо, и в это время с ним связывается экипаж, заходящего на посадку самолета Ли-2. Прошел дальнюю высоту 150 метров, курсом 300 градусов, 582. На это руководитель полета Вселивончик передал. 582, на 150 метрах выходите на ближнюю, на ближний разворот на 340 градусов правым доворотом. Посадочный курс у нас 160 градусов. Руководитель полетов дает команду нашему Ли-2 снижаться и выполнять разворот. Ил-12 после взлета выполняет набор высоты по прямой со взлетным курсом 160 градусов, так как по действующим на то время положения правый разворот можно было выполнять только на высоте 200 метров. Через полторы минуты после взлета Ил-12 из Казанского аэропорта на высоте 150 метров оба самолета увидели друг друга. Но предотвратить столкновение было уже слишком поздно. Выполняя правый разворот, самолет Ли-2 своим левым двигателем врезался в нижнюю часть хвостового оперения Ил-12. Потеряв управление, оба лайнера упали на заснеженное поле к юго-западу от села Вознесенске и в трех километрах юго-восточный Казанского аэропорта. Авиакатастрофа над Казанью унесла жизни всех 11 человек на обоих бортах. Пять человек с самолета Ли-2 и шесть с Ил-12. Расследованием столкновения занимались следователи из Главного управления Гражданского воздушного флота СССР. При прослушивании записанных на магнитофон радиопереговоров между диспетчерами и экипажами следователи обнаружили, что руководитель полета в Селивончик давал команды быстро и неразборчиво, из-за чего приходилось по нескольку раз переслушивать запись, чтобы точно разобрать сказанное. Из-за этого последнюю команду экипажу Ли-2, которая означала следование к ближней приводной радиостанции на высоте 150 метров, а затем уже после нее выполнять поворот на курс 340 градусов, на самом самолете поняли как указание на высоте 150 метров и с курсом 340 следовать к самой ближней приводной радиостанции. Пытаясь занять этот курс, чтобы по нему уже выйти к ближнему приводному радиомаяку, самолет Ли-2 начал совершать ряд доворотов, в результате которых оказался левее продолжение осевой линии полосы с посадочным курсом 300 градусов. Ил-12, в свою очередь продолжая набор высоты с курсом 160 градусов, из-за встречного бокового южного ветра стал смещаться влево. В результате это привело к тому, что траектории обоих самолетов пересеклись. Вообще в Казанском аэропорту это было распространенной практикой, когда один самолет выполняет взлет, а другой, находящийся на встречно пересекающемся курсе, в это время пробивает облачность. Следственная комиссия пришла к заключению, что вины экипажей обоих самолетов в случившемся нет, а катастрофа произошла целиком по вине службы управления воздушным движением аэропорта из-за следующих нарушений. Подвод самолета Ли-2 к дальнему приводному радиомаяку осуществлялся на высоте 300 метров, тогда как в сложных метеорологических условиях, при пониженном атмосферном давлении, это должно было выполняться на высоте 900 метров. Руководитель полетов разрешил взлет экипажу Ил-12 и одновременно с этим дал указание находящемуся на встречно пересекающемся курсе Ли-2 снижаться сперва до 200 метров, а затем и до 150. В данной ситуации следовало либо задержать взлет Ил-12, пока не сядет Ли-2, либо задержать Ли-2 на высоте 600 метров, пока с Ил-2 не доложат о выходе на курс следований. Начальник аэропорта и его заместитель проигнорировали тот факт, что погодные условия были хуже погодного минимума аэропорта. Непосредственным виновником катастрофы был назван руководитель полета Вселивончика. Остальными виновниками катастрофы явились начальник Казанского аэропорта Тугуза и его заместитель полетной службы Кормилов и диспетчер Вышкин Кузьмин. 90% всех катастроф это халатность и невнимательность. В данном случае со стороны руководителя полета, который разрешил взлет самолета Ил-12, не дождавшись посадки Ли-2. И, разумеется, со стороны начальника аэродрома, который в нелетную погоду разрешил взлет и посадку, вместо того, чтобы закрыть аэропорт. С чем связана была такая экстренность выпустить один борт и посадить другой, очень сложно сказать. Возможно, был очень важный груз, который нужно было доставить любой ценой. В итоге, такие нелогичные решения унесли жизни 11 человек. Экипажи обоих бортов сделали все, что от них зависело. Изменить или повлиять на ситуацию они никак не могли. Все произошло очень быстро. Заметили они друг друга за считанные секунды, если заметили вообще в такой нелетной погоде. Единственным верным решением, это было бы закрыть аэропорт, отменить вылет Ил-12, а ледва направить на запасной аэродром. Притом для этого были все возможности, и топлива вполне хватало. Очень жаль, что из-за такой халатности погибло столько людей. И также жаль, что это не первое, не последнее столкновение. И выводов никто не сделал. Аэропорт Запорожье, Украинская ССР. 6 декабря 1976 год. На перроне пассажирский самолет Як-40 готовится выполнить учебно-тренировочный рейс для отрабатывания пилотами действий в особых случаях полета. На борт самолета поднимаются пять членов экипажа. Пилот-инструктор Кусый, он же командир авиаэскадрильи. Командир воздушного судна Щербаков. Бортмеханик-инструктор Грицаенко. Командир Щелковый и второй пилот Михайлов. При этом два последних находятся в пассажирском салоне. В это время небо над Запорожьем затянуто облаками высотой 150 метров. Стоит дымка, ветра почти нет. Видимость составляет 1700 метров. А в облаках наблюдается слабое обледенение. Слышка, взлет и готов. 750-й. 750-й, взлет разрешаю. В 12 часов 57 минут диспетчер дает разрешение на вылет и наш самолет отрывается от взлетно-посадочной полосы Запорожьского аэропорта и начинает набор высоты. Незадолго до этого Министерство гражданской авиации разработало и утвердило программу тренировочных полетов на самолетах Як-40 для всех авиаотрядов. Суть ее заключалась в том, что экипаж должен был сымитировать в воздухе аварийную ситуацию, отказ стабилизатора руля высоты и выйти из нее всеми способами. Як-40 занимает высоту 4000 метров со скоростью 360 км в час, что является выполнением задания 7А. И теперь экипаж занимает исходное положение для выполнения упражнения 7Б, то есть имитация увода стабилизатора в наборе высоты после взлета. Так как для выполнения этого задания требуется скорость 200-210 км в час, то в течение 53 секунд экипаж постепенно снижает режим двигателя с 95 до 53%. Скорость падает до 270 км в час, а двигатели выходят на режим малого газа. Затем конфигурация Яковлева устанавливается в исходное положение для упражнения 7Б. Экипаж перекладывает стабилизатор на кабрирование, то есть набор высоты, а штурвал тянут на себя. Скорость снижается до 240 км в час, и теперь экипажу следует выпустить закрылки. Но в этот момент пилоты совершают катастрофическую ошибку, и вместо закрылков выпускают шасси, что значительно увеличивает аэродинамическое сопротивление. И к моменту полного выпуска шасси скорость достигает 215 км в час и продолжает падать. Скорость 175 км в час, и только сейчас экипаж замечает опасное снижение скорости, и для попытки исправления ситуации переводит руды во взлетный режим. Однако, так как турбореактивные двигатели в силу своей приемистости переходят из режима малого газа во взлетный не сразу, а в течение 12 секунд, то скорость продолжает падать и достигает своего критического значения 162 км в час. В этот момент на крыле происходит срыв потока, после чего Як-40 с резким ростом крена и тангажа быстро разворачивается влево. Экипаж пытается всячески выйти из сложившейся ситуации и вывести самолет в горизонтальный полет. Для этого они устанавливают элероны и руль направления в крайнем правом положении, а штурвал берут полностью на себя. Но данные действия не приводят к ожидаемому результату, и ситуация становится катастрофической. Все попытки экипажа стабилизировать самолет оказываются безрезультатны. Як-40 входит в штопор, из которого вывести самолет невозможно. Отказало управление! Не понял, кто доложил? Высота 200 падают! Какой борт? 750-й! Через несколько секунд вращающийся против часовой стрелки Як-40 с вертикальной скоростью 60 метров в секунду, под углом 30 градусов и с левым креном 6 градусов, врезался в землю у села Казаковского. В 20 километрах северо-западнее Запорожского аэропорта. От удара о землю кабина пилотов полностью разрушилась. Фюзеляж разломился пополам в районе 28-го шпангоута, а киль со стабилизатором отлетели на несколько метров. Авиакатастрофа под Запорожьем унесла жизни всех находившихся на борту, пяти членов экипажа. Расследование катастрофы самолета Як-40 проводила комиссия Министерства гражданской авиации СССР. После тщательного расследования комиссией было установлено, что после выполнения упражнения 7А экипаж на высоте 4000-4200 метров и при скорости 340 км в час начал занимать исходное положение для упражнения 7Б – имитация увода стабилизатора в наборе высоты. С целью установки заданной скорости 200-210 км в час экипаж медленно в течение 55 секунд уменьшал обороты двигателей. В момент выхода двигателей на малый газ скорость полета составляла 270 км в час. Одновременно МСРП-12 зафиксировал перекладку стабилизатора на кабрирование и взятие штурвала на себя, что соответствовало конфигурации самолета в исходном положении перед упражнением 7Б. Предположительно, на скорости полета 240 км в час экипаж ошибочно выпустил шасси вместо закрылка, полный выпуск которых зафиксирован при скорости 215 км в час. Дальнейший полет происходил с уменьшением скорости ниже значения, заданного для выполнения данного упражнения. Вероятно, экипаж поздно заметил падение скорости из-за возможно завышенных показаний указателя скорости со стороны командира. На скорости полета 175 км в час экипаж дал руды на увеличение режима довзлетного с целью увеличения скорости для занятия исходного положения. В связи с тем, что приемистость двигателей от малого газа до взлетного режима составляет от 10 до 12 секунд, торможение продолжалось. На скорости 164 км в час произошел срыв самолета с резким увеличением крена тангажа и энергичным разворотом самолета влево, с последующим переходом в штопор. В момент срыва элероны и руль поворота находились в крайнем правом положении. Руль высоты полностью взят на кабрирование. Это позволяет предположить, что экипаж пытался вывести самолет из создавшегося положения. Самолет с незначительным углом тангажа с левым вращением в горизонтальной плоскости и с вертикальной скоростью 60 метров в секунду столкнулся с землей и разрушился. В своем заключении комиссия установила, что причиной катастрофы является потеря скорости самолета с последующим сваливанием и переходом в штопор. Вероятными причинами потери скорости являются ошибка в технике пилотирования, допущенная экипажем, и пилотирование самолета по возможно завышенным показаниям указателя скорости со стороны командира. Тренировочную программу, выполняя которую разбился самолет, свернули в тот же день и больше никогда не применяли. А о трагедии сегодня напоминает лишь скромный памятник с портретами пилота за селом Новогуполовка. Как и положено, для расследования авиакатастрофы была создана специальная комиссия. Она установила следующее. Поскольку у Як-40 крылья расположены в непосредственной близости к хвостовой части, сбегающие при падении машины с крылья в воздушный поток приобретает завихренную конфигурацию и в таком виде попадает на стабилизатор. В следствии чего и сами они, и рули высоты выходят из-под управления. Обычно, чтобы выбраться из штопора, летчики переводят самолет в режим пикирования. Экипаж, невзирая на высокий профессионализм, сделать этого уже никак не мог. Машина падала хвостом вниз. Предугадать подобный поворот событий было сложно. Даже летчики-испытатели конструкторского бюро Яковлева никогда не вводили Як-40 в штопор, да еще такое. В министерской инструкции о возникновении этой ситуации также не говорилось ни слова. Как и следовало ожидать, Министерство гражданской авиации своей вины в случившемся не признало. Подлинную причину аварии скрыли. В расследованиях авиакатастроф есть неписанное правило. Если экипаж погиб, то вину за случившееся, как правило, возлагают налетчики. Руководствуясь логикой, мертвым уже все равно, а живым не стоит портить жизнь. Так произошло и на этот раз. Аэропорт Красноярск-Северный. 16 ноября 1981 год. На перроне авиалайнер Ту-154Б готовится выполнить внутренний рейс 3603 по маршруту Красноярск-Норильск. На борт самолета поднимаются 167 человек, 160 пассажиров и 7 членов экипажа. Управлять самолетом Ту-154 или, как его называют в народе, полтинник, готовится опытный экипаж из 400-го летного отряда. Командир воздушного судна Геннадий Николаевич Шилак. Второй пилот Александр Иванович Олейников, штурман Андрей Владимирович Карелин и бортинженер Юрий Павлович Захаров. А в салоне самолета работают трое бортпроводников. Геннадий Княжев, Тамара Абелева и Леонид Басловяк. В 17 часов 38 минут по местному времени рейс 3603 оторвался от полосы аэропорта Красноярск-Северный и взял курс на Норильск. Весь полет проходит без отклонений, и наш самолет благополучно подходит к пункту назначения. В это время погода в Норильске была снежной, над землей стояла дымка, а облака были разорваны слоистые с просветами и нижней границей 120 метров. Видимость составляла 1200 метров. Перед началом снижения экипаж проводит предпосадочную подготовку в полном объеме. А командир предупреждает, что заход на посадку будет выполнять он сам в директорном режиме, но с включенным автоматом тяги, в связи с необходимостью тренировки второго пилота. В ходе тренировки экипаж ошибочно рассчитывает, что посадочный вес самолета составляет 78 тонн при центровке 20,5%. Но они не учли того, что выход из зоны Красноярска, а также заход на посадку в Норильске, осуществляется по укороченной схеме, что дает экономию в топливе в общей сложности на 2300 килограммов. То есть, примерно настолько самолет является перегружен, что требует увеличения посадочной скорости на 5 километров в час. Высота 600 метров. Самолет проходит траверс дальнего приводного радиомаяка. Скорость составляет 400 километров в час. Командир Геннадий Шилак включает автомат тяги и выставляет на задатчике скорости 370 километров в час. Второй пилот выпускает шасси. Самолет выполняет третий разворот и находится в 19 километрах от аэропорта Аллыкель. На связь выходит авиадиспетчер. 480. Выполняйте снижение до высоты 500 метров. Снижаемся. 500. 480. На данной высоте пилоты снижают скорость до 300 километров в час и выпускают закрылки на 28 градусов. Выполнив четвертый разворот, экипаж включает автоматическую стабилизацию самолета по продольному и боковому каналу. А механизм триммирования устанавливают в крайнее переднее положение, то есть на себя. Лайнер заходит на посадку по магнитному курсу 192 градуса. До взлетно-посадочной полосы остается 12 километров. Скорость снижается с 300 до 280 километров в час. Второй пилот выпускает закрылки полностью на 45 градусов в посадочное положение, а стабилизатор устанавливают на угол минус 5,5 градусов. Фактическая высота полета в данный момент составляет не 500, а 435 метров, так как экипаж не учел температурную поправку, из-за чего самолет вошел в глиссаду лишь в 9 километрах от торца полосы, вместо положенных 10,5. Через несколько секунд после пересечения расчетной посадочной глиссады командир дает указание установить на автомате тяги скорость 265 километров в час. Эта скорость соответствует стандартной посадочной массе самолета 78 тонн. Но в данном же случае наш самолет перегружен на 2 с лишним тонны, что требует посадочной скорости 270 километров в час. Когда наш самолет вошел в глиссаду, его вертикальная скорость сперва возросла на 7 метров в секунду, а затем снизилась до 4 метров в секунду. Дальний период 480 на глиссаде, правее 20. 480-й, понял. Удаление 6 километров, и самолет находится в глиссаде. Но из-за слабого попутного ветра и снижения вертикальной скорости до 3 метров в секунду, Ту-154 проходит дальний приводной радиомаяк на 18 метров выше глиссады. Снижайтесь выше глиссады, 480, удаление 3, правее 10. Выше глиссады 20 метров, и 480, правее 10. 480-й, понял. Командир Шилак отклоняет штурвал от себя, опуская нос самолета вниз, что увеличивает вертикальную скорость до 5 метров в секунду, а также поступательную, до 275 километров в час. В связи с чем автомат тяги уменьшает режим работы двигателей почти до малого газа и сохраняет его таким около 15 секунд. Удаление 2, правее 20. Удаление 2 километра. Лайнер летит со скоростью 273 километра в час и снижается с вертикальной скоростью 5 метров в секунду. Высота составляет 120 метров, то есть на 10 метров выше глиссады. Командир Шилак отклоняет штурвал от себя до 21 градуса, чтобы плавно увеличить вертикальную скорость и плавно войти в глиссады. Но при отклонении руля высоты более чем на 20 градусов он теряет свою эффективность, а в сочетании с режимом работы двигателя на режиме близкому к малому газу и при снижавшейся до 265 километров в час поступательной скорости необходимой перегрузки не возникает, и самолет не меняет траекторию своего движения. Это происходит вследствие существенного уменьшения эффективности руля высоты при его отклонении более чем на 20 градусов, а также из-за уменьшения скорости полета до 265 километров в час. Оценка! Держать по приборам! Решение! Высота 90 метров и скорость уже составляет 261 километр в час. Самолет находится в посадочной конфигурации и посадочном положении. С экипажем связывается авиадиспетчер и докладывает. Проверь 10 на глиссаде. Вскоре авиадиспетчер передает экипажу команду. Резко не снижайтесь. Ниже 10. Но еще до команды диспетчера командир замечает, что вертикальная скорость возросла до 7 метров в секунду, а самолет все больше опускается ниже глиссады, в связи с чем он тянет штурвал полностью на себя, то есть отклонив руль высоты до упора вверх, в ожидании, что самолет приподнимет нос и снизит вертикальную скорость. Но из-за низкой скорости лайнер не реагирует на это действие. Срабатывает сигнализация опасного сближения с землей. Высота полета 30 метров. Командир Шилак в звинченном состоянии переводит руды во взлетный режим. Всем взлетный! Взлетный! На вторую кругу ходите? Убрать фаси безусловно! В 19 часов 37 минут по местному времени, снижавшийся по курсу 190 градусов и с вертикальной скоростью 5 метров в секунду, рейс 36.03 приземлился на заснеженное поле в 472 метрах от торца полосы и в 22,5 метрах левее ее оси. Почти сразу на все три стойки шасси. Из-за высокой скорости самолет сразу сильно приподнял нос, при этом ударившись о землю в хвостовой части. Затем в 430 метрах от полосы авиалайнер врезался в 8-метровую насыпь курсового радиомаяка и полностью разрушился. Площадь разброса обломков составила 300 на 70 метров. Пожара на месте катастрофы не возникло. Авиакатастрофа Ту-154 в Норильске сразу унесла жизни 83 человек. Четырех членов экипажа, командира второго пилота штурмана и старшего бортпроводника Княжева и 79 пассажиров. Позже, в течение недели в больницах от ран скончались еще 16 пассажиров, тем самым увеличив общее число жертв до 99. Выжили 68 человек, 65 пассажиров и 3 члена экипажа, бортинженер и бортпроводники Абелева и Баславяк, получив ранения различной степени тяжести. Расследованием катастрофы занималась комиссия Министерства гражданской авиации СССР. По мнению комиссии, у экипажа за 9 секунд до столкновения не было оснований прекращать заход на посадку, а отклонение руля высоты до упора на кабрирование было попыткой снизить вертикальную скорость и задержать самолет на глиссаде. Лишь при скорости 261 км в час, когда была потеряна продольная управляемость самолета, а центровка была близка к передней, экипаж принял решение уходить на второй круг. Что до центровки самолета, то после опросов диспетчеров по центровке и грузчиков Красноярского аэропорта, а также бортпроводников, было определено, что она составляла при посадке от 20,5 до 19%, а по балансировочным характеристикам от 16 до 18%. По данным следственной комиссии, служба перевозок в аэропорту Красноярска допустила следующие нарушения. Номинальная загрузка рассчитывалась, исходя из норматива массы одного взрослого пассажира и ребенка 75 кг, а не 80 и 30 кг соответственно, вследствие чего фактический вес был больше указанного в перевозочных документах на 565 кг, а также четверым пассажирам, не выдавшим талоны на бесплатную перевозку детей, из-за чего на борту оказалось 6 неучтенных маленьких детей, тем самым повысив фактический вес относительно указанного в документах еще на 120 кг. Еще при летных испытаниях самолетов Ту-154 в 1974 и 1975 годах выявилось значительное уменьшение запаса руля высоты по сравнению с первым Ту-154, который прошел государственные испытания. Это снижение составляло от 4 до 6%, что соответствует смещению центровки вперед на 4,6%. При этом никакого официального объяснения этого факта ОКБ Туполева не предоставил. По результатам испытаний ограничение передней центровки было изменено с 18 до 16,5%, но это не компенсировало уменьшение запаса продольной управляемости и для безопасной эксплуатации было недостаточно. Норильская авиакатастрофа привела к необходимости провести испытания, по результатам которых в ГОСНИИ гражданской авиации было установлено, что минимальный уровень продольной управляемости на установленных режимах может быть обеспечен только при центровке 22% и более или при центровке 20%, но при условии увеличения скорости захода на посадку на 10 км в час по сравнению с рекомендованной в руководстве летной эксплуатации. Эти же испытания подтвердили резкое снижение эффективности руля высоты при его отклонении более чем на 20%, тогда как при полетах с центровками менее 20% его балансировочное положение уже находится близко к зоне малоэффективности. При отклонении руля высоты более чем на 18% на пикирование или кабрирование самолет реагировал на это значительно медленно, особенно при взятии штурвала на себя. Также испытания показали, что характеристики продольной управляемости самолета сильно зависят от режима работы двигателей. При этом в кабине отсутствовал сигнализатор предельно допустимых отклонений руля высоты. А в руководстве летной эксплуатации были неправильные рекомендации по использованию широкой зоны от минус 3 градусов до минус 16 на указателе положения стабилизатора ИП-33. Тем самым затрудняя экипажам определение критического положения руля в полете. Четкие рекомендации в руководстве летной эксплуатации по использованию прибора ИП-33 при выходе стрелки руля высоты за пределы широкой части зеленого сектора отсутствовали. Несмотря на результаты летных испытаний в 74, 75 и 79, при которых были выявлены конструктивные недостатки самолетов Ту-154Б, спешка с внедрением и началом эксплуатации новых моделей привела к тому, что в ОКБ Туполево не было принято никаких конструктивных мер по увеличению запаса продольной управляемости самолетов. А руководство ГОСНИИ гражданской авиации попросту не проконтролировало этот момент. В своем заключении комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы является потеря продольной управляемости самолета на завершающем этапе захода на посадку вследствие существенного снижения эффективности руля высоты при его отклонении на себя на угол более 20 градусов. Перевода двигателей автоматом тяги на режим, близкий к малому газу, переднего эксплуатационного положения центровки самолета и позднего распознавания экипажем аварийной ситуации и в связи с этим несвоевременным принятием решения об уходе на второй круг. В авиакатастрофе вина экипажа не доказана, а основным виновником являются конструктивные недостатки самолета. Аэропорт Сыктывкар, 2 июля 1986 год. На перроне, недавно приземлившийся из Воркуты самолет Ту-134 АК готовится следовать в конечный пункт назначения Шереметьево. В аэропорту Сыктывкара на борт лайнера садятся 5 пассажиров, а всего на борту самолета находятся 92 человека, 86 пассажиров и 6 членов экипажа. Управлять Ту-134 или как его называют в народе «свисток» будет экипаж из 75-го летного отряда, командир воздушного судна Владимир Федорович Дубровский, второй пилот Дмитрий Денисович Кулешов, штурман Александр Яковлевич Дмитрий и бортмеханик Садербек Иманалиевич Шамырканов. А в салоне самолета работают двое бортпроводников. Еще в аэропорту Воркуты весь багаж был загружен в заднее багажное отделение, но при этом его досмотр не осуществлялся, что допускалось инструкциям. В 9 часов 55 минут диспетчер дает разрешение на вылет, и наш самолет Ту-134 отрывается от взлетной полосы Сыктывкара и берет курс на Москву. Набор высоты происходит в нормальном режиме, и в 10 часов 5 минут лайнер, пройдя уже 90 километров от Сыктывкара, занимает высоту 5600 метров. Как в это время, неожиданно для экипажа срабатывает сигнализация «Дым в заднем багажнике». Для того, чтобы убедиться в наличии пожара, командир отправляет бортмеханика Садербека Шамырканова оценить ситуацию. Садербек, сходи посмотри, что там происходит. Вскоре бортмеханик возвращается с плохими новостями и докладывает о наличии возгорания и задымления в заднем багажном отделении. Однако командир отказывается в это верить. Ну что там? Командир, плохие новости, горим, пожар в заднем багажном отсеке. Что? Какой еще пожар? Не может быть! Согласно руководству летной эксплуатации, командир воздушного судна при появлении сигнализации о пожаре должен объявить сигнал бедствия на ответчике с кодом 7700, связаться с диспетчером и начать экстренное снижение. Но командир отказывается верить в пожар и в нарушение инструкций решает не сообщать диспетчеру о пожаре, включать сигнал бедствия и приступать к экстренному снижению. А вместо этого, спустя 4 минуты с момента появления сигнализации о пожаре, лично идет в хвостовую часть самолета вместе с бортмехаником. При этом самолет продолжает набирать высоту и все дальше уклоняться от Сыктывкара. В 10 часов 10 минут командир и бортмеханик возвращаются обратно в кабину. Самолет уже успел подняться до высоты 6700 метров и находится в 140 километрах от аэропорта вылета, что с учетом задержки на 4 минуты с момента сигнала о пожаре значительно осложняет дальнейшую ситуацию. Командир дает команду второму пилоту и бортмеханику ликвидировать пожар, а сам остается в кабине вместе со штурманом и приступает к экстренному снижению с левым разворотом по направлению к Сыктывкару. Лишь в 10 часов 11 минут командир Дубровский докладывает диспетчеру о пожаре на борту. Сыктывкар, терпим бедствия, терпим бедствия, 120-й! 120-й, что у вас происходит? У нас пожар в заднем багажном отсеке, мы возвращаемся. 120-й, удаление 160 километров, выполняйте снижение с разворотом с Иктывкар, давление 760 миллиметров с лукного столба. ТУ-134 начинает снижение с приборной скоростью 500 километров в час и с вертикальной 19 метров в секунду до высоты 1000 метров. Поскольку экипаж уменьшил тягу двигателей до малого газа, салон в это время интенсивно наполняется дымом, так как из-за работающих на малом газу двигателей сильно падает интенсивность вентиляции. Высота 4000 метров. Командир в нарушении руководства летной эксплуатации не стал выполнять разгерметизацию самолета. Второй пилот и бортмеханик тем временем пытаются потушить пожар, но из-за густого дыма и высокой температуры они не могут проникнуть в заднее багажное отделение, а просто наугад разряжают туда два из четырех имевшихся на борту огнетушителей, что никак не снижает интенсивность задымления. К тому же второй пилот и бортмеханик не используют кислородные баллоны и дымозащитные маски. Ничего не добившись, они оба вернулись в кабину и докладывают, что ликвидировать пожар не удалось. Самолет в это время летит на высоте 1000 метров в облаках с нижней границей 500 метров во время дождя. Из-за низкой высоты и большого удаления от аэропорта экипаж теряет сигналы радионавигационного оборудования. Командир принимает решение об аварийной посадке вне аэропорта, о чем сообщает диспетчер. Экипаж выпускает шасси. Рейс 2306 опускается ниже облаков до высоты 300 метров. При этом его засветка на экране радиолокатора пропадает и прерывается радиосвязь. А связь диспетчера с нашим экипажем ведется уже через самолет-ретранслятор. Салон тем временем интенсивно наполняется дымом, из-за чего у пассажиров возникает кашель и удушье, а многие начинают терять сознание. В течение 9 минут экипаж пытается найти место для посадки, но из-за низкой высоты полета при ограниченной видимости им это не удается. С учетом сильного задымления командир вынужден принять решение осуществить аварийную посадку прямо на расположенный под ними смешанный лес, не подготавливая самолет и пассажиров к экстренной эвакуации. В 10 часов 27 минут в 75 километрах к юго-западу от аэропорта Сыктывкара, летящий на высоте 25 метров над землей, самолет Ту-134 столкнулся с верхушками деревни и, разрушаясь, помчался через лес. Через 195 метров лайнер коснулся земли. У него оторвало обе консоли крыла и самолет, разорванный на три части, остановился. Вытекшее из поврежденных топливных баков авиатопливо вспыхнуло и возник пожар, частично уничтоживший самолет. Пассажиры эвакуировались самостоятельно через служебную дверь переднего багажного отделения, форточку кабины экипажа и разломы фюзеляжа, а бортпроводники тем временем помогали выбраться пилотам и бортмеханикам. В условиях дождя кто-то сумел разжечь огонь, чтобы дать возможность выжившим пассажирам согреться. В 13 часов 35 минут место катастрофы было найдено спасательным вертолетом, а примерно в 19.00 все выжившие были эвакуированы. Авиакатастрофа под Сыктывкаром унесла жизни 54 человек, двух членов экипажа, штурмана и бортмеханика, и 52 пассажиров. Причем по результатам судебно-медицинской экспертизы, часть пассажиров погибла от отравления продуктами горения. Остальные 38 человек, 4 члена экипажа, командир, второй пилот и оба бортпроводника, и 34 пассажира выжили, получив травмы различной степени тяжести. Штурман Александр Дмитриев погиб мгновенно после первого удара из-за того, что нарушил требования руководства летной эксплуатации и при экстренной посадке остался на своем рабочем месте. Расследование авиакатастрофы проводила комиссия Министерства гражданской авиации СССР. Возникший наземный пожар почти полностью уничтожил самолет, что практически исключило возможность изучения обломков. В целом, расследование специальной комиссии длилось 5 месяцев. При этом были проведены полсотни дополнительных исследований в разных научно-исследовательских институтах. В ходе следствия также сменился председатель комиссии. В общей сложности материалы расследования составили 4 тома. Заключительный отчет расследования был опубликован 4 декабря 1986 года. Согласно отчету, аварийная ситуация на самолете возникла в наборе эшелона на высоте 5600 метров из-за пожара в заднем багажном отделении. Принятыми мерами пожар не был ликвидирован, что при интенсивном задымлении пассажирского салона привело к необходимости выполнения вынужденной посадки вне аэродрома, решение о которой было принято экипажем в конце экстренного снижения. Через 11 минут после срабатывания сигнализации дым в заднем багажнике. Через 20 минут после срабатывания сигнализации из-за невозможности подобрать площадку в лесистой местности экипаж произвел вынужденную посадку на лес, что привело к разрушению самолета и наземному пожару. Однозначно установить причину возникновения пожара в полете не удалось из-за воздействия на конструкцию самолета интенсивного и длительного пожара на земле. Возможными причинами пожара могло быть возгорание запрещенного к перевозке самовоспламеняющегося вещества или жидкости в багаже пассажиров с последующим проникновением горящей жидкости в подпольное пространство или возгорание пропитанной горючей жидкостью изоляции электропроводов в подпольной части заднего багажного отделения. При возникновении и развитии аварийной ситуации экипажам допущены отклонения от требований руководства летной эксплуатации в части необъявления сигнала бедствия повторной нерегламентированной проверки очага пожара командиром воздушного судна после доклада бортмеханика и неиспользования массок кислородных баллонов и двух оставшихся переносных огнетушителей. Кроме этого, экипажам в нарушении руководства летной эксплуатации система кондиционирования не была переведена на режим максимальной вентиляции в процессе экстренного снижения. Тщательный анализ действий экипажа показал, что указанные отклонения не оказали существенного влияния на исход полета, учитывая, что подпольные отсеки багажных отделений самолета не считаются пожароопасными и не оборудуются стационарной системой пожаротушения. В особом мнении представители Министерства авиационной промышленности исключают возможность утечки гидравлической жидкости АМГ-10 или повреждения электропроводки в подпольном пространстве заднего багажного отсека. По их заключению, загорание в заднем багажном отсеке могло произойти в результате самовоспламенения или воспламенения от постороннего предмета после захода в задний багажный отсек постороннего лица или пассажира во время стоянки в аэропорту Сыктывкара. Также существует альтернативная версия, что среди севших в Сыктывкаре пяти дополнительных пассажиров были два жителя Болгарии, работавших в коме лесорубами. С собой в ручной кладе они везли бензопилу «Урал». Хотя нет фактов, что во время стоянки дверь из салона в заднее багажное отделение открывалась, но эту версию невозможно исключить, так как задний багажный отсек находился возле туалета, а бортпроводники в это время находились в передней части самолета. К тому же, при обследовании места катастрофы, детали данной бензопилы, включая бак с остатками топлива, были обнаружены в районе заднего багажного отсека, то есть ее могли туда перенести из пассажирского салона. Ну что же, изучая материалы происшествия, в очередной раз волосы становятся дыбом. От халатности, допущенной экипажем, в первую очередь командиром. После получения сигнала о пожаре, командир не стал объявлять сигнал бедствия, докладывать о случившемся диспетчерах и начинать экстренное снижение и возврат в аэропорт. Да еще и не поверил бортмеханику, что на борту пожар, что уже выглядит очень несерьезно. В итоге, командир решает пойти и лично удостовериться, что они горят. При этом, самолет продолжает набор высоты и все дальше удаляется от аэропорта. А это все время. Здесь каждая секунда важна, и чтобы экипаж работал как единый организм. Но командир либо действительно не верил, либо не хотел принимать эту информацию. В результате было потеряно очень много времени, за которое они могли вернуться в аэропорт вылета. С момента срабатывания сигнализации и до катастрофы прошло 22 минуты. За это время они могли долететь до аэропорта. Могли, если бы решение принималось сразу. Также было допущено очень много нарушений, а как мы знаем, все инструкции пишутся кровью. Пишутся, только их все равно продолжают нарушать. По мнению комиссии, вина экипажа не доказана, причины не установлены, а ошибки экипажа на ход событий не повлияли. Да еще как повлияли. Но командир был полностью оправдан, а все доказательства гибели 54-х человек сгорели вместе с самолетом. Пекин. 13 июля 1963 год. На перроне пассажирский самолет Ту-104Б Аэрофлота готовится выполнить международный рейс номер 12 в Москву с промежуточной посадкой в Иркутске. На борт самолета поднимаются 35 человек, 27 пассажиров и 8 членов экипажа. А пилотировать Туполев готовится экипаж из 207-го Шереметьевского летного отряда. Командир воздушного судна Владилен Иванович Блохин, второй пилот Генрих Иванович Фролов, штурман Иван Максимович Горбачев, бортмеханик Василий Ипатович Стефаненков и бортрадист Александр Николаевич Талов. А в салоне самолета работают три стюардессы Людмила Волкова, Нина Тихонова и Лидия Эверстова. В 7 часов 49 минут по местному времени пекинский диспетчер дает нашему экипажу разрешение на вылет. И Ту-104 отрывается от взлетно-посадочной полосы пекинского аэропорта и берет курс на Иркутск. Подлетая к Иркутску, наш экипаж получает метеосводку. В это время небо над Иркутском затянуто дождевыми облаками с нижней границей 130 метров. Дует слабый северо-западный ветер, идет слабый дождь, а видимость составляет 3500 метров. То, что нижняя граница облаков составляет 130 метров, это уже ниже метеорологического минимума для Иркутского аэропорта. Тем не менее, руководитель полетов принимает решение о посадке рейса 12 в Иркутске. В связи с этим, диспетчер Иркутска дает разрешение экипажу на снижение до высоты 3900 метров с выходом на район Галаусная. В 9 часов 54 минуты по местному времени экипаж выходит на связь с Иркутским контрольно-диспетчерским пунктом и докладывает. Иркутск, прошли Галаусная, высота 3900, 492. 492, вас понял. Снижайтесь до 2100 и выполняйте прямой заход на посадку по магнитному курсу 294 градуса. В аэропорту слабый дождь, видимость 3500, нижняя граница облаков 130 метров. Снижаемся в лесу 492. В 10 часов в процессе снижения экипаж выходит на связь с диспетчером старта и докладывает о прохождении высоты 1200 метров и снижении до 800 метров. В ответ диспетчер старта докладывает, что самолет находится в 30 километрах от аэропорта, а также подтверждает ранее полученные экипажем условия погоды. Но давая сведения о погоде, диспетчер намеренно завышает значение нижней границы облачности по сравнению с фактической. Хотя этим данным противоречат другие данные, полученные от диспетчера контрольно-диспетчерского пункта, но командир нашего экипажа решает их не сравнивать, а потому не требует назвать ему фактическую высоту облачности, которая на этот момент составляет уже 100 метров. Высота 500 метров. С экипажем выходит на связь диспетчер посадки. Берем курс 292 градуса без снижения. В 10 часов 4 минуты авиалайнер находится в 7 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Иркутска. Экипаж получает указание увеличить скорость снижения, так как они находятся выше глиссады. В это время вновь на связь выходит диспетчер и говорит нашему экипажу быстрее увеличить скорость снижения. При этом удаление уже составляет 6 километров. 492-й, увеличьте скорость снижения. Идете выше глиссады. Вас понял. С самолета подтверждают получение информации, что становится последним сообщением от нашего экипажа. Через несколько секунд диспетчер передает. Удаление 5 километров. На курсе. На глиссаде Сиум. Спустя полминуты диспетчер посадки, видя на экране посадочного радиолокатора, что самолет после того, как прошел отметку удаления в 3 километра, начинает резко снижаться. Тогда диспетчер сообщает. Резко не снижайтесь. Прекратите снижение. Но с самолета Ту-104 ответа уже не последовало. А засветка самолета почти сразу пропала с экрана радиолокатора. Рекомендованная вертикальная скорость снижения на глиссаде составляет 5-6 метров в секунду. Но когда самолет прошел дальний приводной радиомаяк на высоте 230 метров, вертикальная скорость возросла до 10 метров в секунду. Также двигатели были переведены на малый газ. Ту-104 вышел из облаков на высоте 120 метров относительно уровня аэродрома и всего в 70 метрах над расположенной под ним местностью. Увидев, что Земля в опасной близости, пилоты резко тянут штурвалы на себя, а также увеличивают режим двигателей довзлетного. Но так как двигатели Ту-104 имеют низкую приемистость, то они не успевают создать нужную тягу. В 2,5 километрах от торца взлетно-посадочной полосы между дальним и ближним приводными радиомаяками и на высоте 63 метров относительно уровня аэродрома Ту-104 зацепился стойкой шасси и правым внутренним закрылком за седьмую опору огней высокой интенсивности, после чего врезался в землю и взорвался. Авиакатастрофа в Иркутске унесла жизни 33 человек, 8 членов экипажа и 25 пассажиров. Среди погибших был посол Албании в Китайской Народной Республике с женой, а также другие сотрудники посольства. Выжили только два пассажира, граждане Советского Союза. Согласно выводам Госкомиссии, управление воздушным движением велось с грубыми нарушениями правил и инструкций. Самолет принимался на закрытый аэродром при высоте облачности гораздо ниже минимума, а диспетчеры передавали намеренно завышенные ее значения, хотя в данной ситуации требовалось отправить экипаж на запасной аэродром. Сам командир экипажа, получая неверные сведения, которые не сходились с реальной погодой, не стал требовать точных сведений о фактической погоде. По мнению комиссии, дезинформированный диспетчерами экипаж после пролета дальнего приводного радиомаяка намеренно увеличил вертикальную скорость снижения, чтобы поскорее выйти из облачности. Выход из облаков произошел в опасной близости от земли, когда уже не было запаса высоты на выход из снижения. После опубликования выводов госкомиссии прокуратура арестовала смену диспетчеров и возбудила уголовные дела, однако назначенная прокуратурой техническая экспертиза полностью опровергла выводы, что виноваты экипаж и диспетчеры. С них сняли все обвинения о нарушении установленного метеорологического минимума, так как экспертиза показала, что экипаж ввел самолет в резкое снижение ненамеренно, а потому что в статическую проводку попала вода, что вызвало сбой показаний приборов о высоте, вертикальной и поступательной скоростях. В результате дезинформирования уже неверными показаниями приборов экипаж снизил скорость на глиссаде, что и привело к дальнейшей аварийной ситуации, которая быстро перешла в катастрофическую. Государственный научно-исследовательский институт Гражданского воздушного флота провел собственную экспертизу, которая также оправдала диспетчеров. По ее данным, столкновение с землей произошло в точке, которая соответствовала нормальной высоте полета по глиссаде 190 метров. При высоте облачности над местом катастрофы 160 метров метеорологический минимум номер 1 был подтвержден метеорологической комиссией. Авиалайнеру требовалось преодолеть еще 30 метров высоты, чтобы выйти из облаков. К тому же снижение с вертикальной скоростью 10 метров в секунду должно было проводиться при поступательной скорости 150 км в час, на что самолет Ту-104 не способен. А экипаж намеренно не будет осуществлять такое крутое снижение, так как должен был осознавать, что это приведет к аварийной ситуации. По результатам данных экспертиз был сделан вывод, что действия диспетчера не явились причиной катастрофы. В связи с этим уголовное дело прекратили, но тем не менее смену диспетчеров уволили со службы за то, что они не направили самолет на запасной аэродром и передавали экипажу завышенное значение высоты облачности. Еще одна катастрофа, которой не должно было случиться. В данном рейсе летели очень серьезные пассажиры, а именно сотрудники посольства из Китайской Народной Республики. И, видимо, было очень важно, чтобы самолет приземлился без задержки во что бы то ни стало. Именно поэтому диспетчеры говорили завышенные показания метеообстановки, а экипаж понимал, что посадку нужно осуществить с первого раза, иначе по голове не погладят. Но, к сожалению, человеческий фактор сыграл свою роль. После этого дело решили замять, так как смена диспетчера выполняла приказ сверху. Вся вина с них была снята, но уволили, дабы отвести глаз. При таких погодных условиях единственным верным решением было бы незамедлительно выходить на запасной аэродром. Но, увы, случилось то, что случилось. И риск был совершенно неоправданным. А что думаете вы, друзья? Обязательно напишите в комментариях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова